А вы хотели бы иметь возможность создавать вот такие вот журналы или книги из PDF, как живая книга? Можно перелистывать в реальном времени ваш PDF-журнал, книгу. Очень интересный эффект на WordPress. Можно проворачивать вот так вот мышкой, смотреть со всех ракурсов данную книгу или журнал. Давайте посмотрим, как это реализовать на WordPress. Нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! В админке сайта переходим в плагины «Добавить новый». В поле поиска плагинов пишем 3D Flipbook. Видим, какие-то даже несколько вариантов есть плагинов. Я использую именно вот этот. Вот его название. У меня видно, что он установлен, активирован. После активации у него появляется своя позиция здесь в меню WordPress. Давайте посмотрим. Для начала вы создаете категории. То есть, если у вас будет много журналов и книг, вы можете вот здесь просто написать название категории, нажать «Добавить». И вот здесь вот будут ваши категории. Ровно так же, как это выглядит, когда мы создаем рубрики на WordPress. Сходство очень похоже. Ну и далее, что вы можете перейти все книги и здесь просто добавить новую. Создаете книгу. Я создал вот два журнала. Просто пишите название журнала. И вам нужно иметь вот этот журнал сам в PDF. Если хотите поэкспериментировать, поизучать плагин, вы можете такие PDF-журналы вбить просто в Яндексе и скачать готовый журнал, чтобы попробовать на своем сайте. Как загрузить ваш первый журнал? Во-первых, выбирайте категорию, которую вы создадите в данном плагине здесь, отмечая галочкой. Далее здесь есть такая кнопка. Кликайте. Загружайте с компьютера ваш PDF. У меня загружен. Просто вы выбираете и нажимаете «Open» на кнопку «Открыть». Здесь он покажется. Здесь у меня стоит точка PDF-файл. И уже можно смотреть, как вставить на сайт. То есть нажимаем здесь «Обновить». Вот здесь будет шорткод. Возможно, он будет здесь ниже. То есть эти окна вы можете перемещать, вы это знаете. Вот этот шорткод можно вставить где угодно. На странице, в записи, даже в конструкторе страниц в Elementor через плагин «Шорткод». А также данный плагин в редакторе добавляет свою кнопку. Давайте посмотрим. Например, я хочу вставить на страницу данный PDF. Перейду на главную. Видимо, у меня здесь два шорткода. Я уже вставил на главную страницу два журнала. Вот так они выглядят. Причем журнал можно делать как в лайтбоксе во всплывающем окне, так и просто в большем размере сразу перелистывать. Давайте сейчас посмотрим. Я здесь все уберу. То есть вот вы зашли. Вот у вас, если новая версия WordPress Gutenberg, здесь вы нажимаете «плюс», ищите «классический». Такую плитку – это плагин Гутенберга. Это просто редактор. Наш редактор. Старый добрый редактор. В этом редакторе мы видим кнопку вот эту 3D Flip Book. Вот она. Нажимаем. Здесь выбираем. Вот это название вот этих ваших журналов, которые вы создадите. Например, «Журнал 1». Далее переходим на вторую вкладку. Вот, например, «Fullscreen». Давайте посмотрим, как это будет. Нажимаем «обновить». Пойду на страницу главную, где я разместил этот журнал. То есть вот в таком виде сразу можно перелистывать, смотреть. Например, вот так можно делать. Это правой кнопкой мыши. Правой кнопкой мыши я просто вверх-вниз зажимаю и отпускаю мышь. Получается журнал в таком виде. Элементы управления. Соответственно, увеличить, прибавить, чтобы ближе посмотреть. Дальше вот это у нас страницы самого нашего PDF. Можно очень быстро перейти на первую страницу, например. Дальше это тоже стрелка перемотки. Дальше вот эта стрелка – это «Скачать», «Печать». Во весь экран у вас будет возможность сделать перелистывание журнала. И кнопка с дополнительными опциями. Ну, можете поиграться, посмотреть. Например, вот эта опция позволяет правой кнопкой мыши вращать журнал. Зажимая, то есть правую кнопку мыши, я вращаю журнал как хочу. Вот эта вот опция. Значит, в таком виде. Далее удаляем шорткод и попробуем. Ну, пускай будет тот же журнал, да. Например, «Lightbox». Во всплывающем окне выбираем «Окей». Обновляем страницу. Вот в таком варианте. «Миниатюра». Во всплывающем окне. Все очень красиво и добротно смотрится. Давайте через имитацию мобильного устройства, как будто бы я зашел с телефона. Как это работает? То есть поддерживается мобильная версия, то есть через телефон. Если будет мелко, человек сможет, ну, он скорее всего пальцами сможет на экране сенсорном раздвинуть, чтобы прочитать мелкие детали. Думаю, на мобильном устройстве будет смотреться тоже достаточно хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok